Здравствуйте! Вы смотрите новости в студии Анжела Галышина. Эпидемиологическая обстановка в Артеме в порядке. Вспышки простудных и инфекционных заболеваний, как правило, обостряются с наступлением холодов. Если вовремя не предпринять меры, можно довести ситуацию до эпидемии. Пока рост серьезных заболеваний на уровне среднестатистических показателей и держится под контролем. Об этом нашему корреспонденту Александру Наточеву рассказали в городской детской больнице. Пандемия. Звучит зловеще, не правда ли? А между тем это обычный медицинский термин, означающий эпидемию. Но особенно страшно становится, когда речь идет о детях. Пневмония и бронхит. Опасные заболевания. Во Владивостоке детские стационары уже испытывают некоторые трудности с местами для больных. Проще всего получить информацию о эпидемиологической обстановке в нашем городе у самих врачей. Я могу сказать в цифрах по городу Артему. Если на ноябрь 2017 года было 59 случаев пневмонии, в этом году, вот на сегодняшнее число, на 21 ноября, 67 случаев. В прошлом году, когда была вспышка сильная, в это время уже было 120 случаев. Разница налицо. Тем не менее, надо помнить, что последствия могут быть самыми тяжелыми, если вовремя не обратиться к врачу или заняться самолечением. От этого в панику впадать не надо. Пройти вовремя рентгена, обследование какое необходимо и начать лечение. Как тебя зовут? Ваня. Трехлетний Ваня заболел внезапно. Сразу обратились в больницу. Лечение проходило под наблюдением доктора. Сейчас мальчик здоров. А чем болели? Острый бронхит. Бронхит. Да, ну хорошо, что не дошло до... Нет, у нас хорошо все прошло. А где ребенок простыл, умудрился простыть? Ну, не знаем. В детском саду? Ну, в детский сад мы ходим, да. Кто его знает? В детском саду, может быть, дома. Как раз мы на выходные дни простые заболели. Может быть, и во дворе, на улице. Скажите, пожалуйста, а прививку ребенку не делали? От гриппа нет. Мы как раз заболели, были на больничном. Да, пропустили. Ну ладно, Ваня, ты не болей, давай. Хорошо? Чтоб все у тебя было нормально. Давай, держи пять. В больницу вместе с бабушкой Ваня пришел за справкой. С понедельника снова, хоть и не хочется, но нужно отправляться в детский сад. По мнению врачей, у ребенка не было осложнений, потому что вовремя обратились. Проблема родителей в том, что многие из них слишком доверяют интернету, где находят разные сайты и занимаются самолечением при помощи сомнительных рекомендаций. А между тем существует одно простое правило. Мы живем в том климате, где есть зима, где есть лето, где есть осень, весна. Поэтому для нас это, естественно, совершенно периоды похолодания, периоды жары, тепла, перепады и состояние организма в том числе. Поэтому заболеть может любой, и пневмония болеет ведь и летом. Одевайтесь в погоде, не забывайте кормить ребенка, соответственно, гулять обязательно, физические нагрузки обязательно по возрасту, и уже есть шанс, что вы им заболеете. А если вы еще сделали две основные вещи для профилактики, это вакцинация от гриппа, который часто дает пневмонию, осложнение и очень тяжелейшая пневмония. И вакцинация от пневмокока, который один из самых главных бактериальных агентов, который вызывает воспаление легких. И риск снижения заболеть пневмонией уже как минимум процентов на 80. А риск заработать тяжелое воспаление легких снижается до минимума. Очень часто к рекомендациям врачей мы прислушиваемся только тогда, когда организм дает сбой. Нам кажется, что все кругом болеют, а потом появляются слухи. Эпидемия. Но на самом деле это только продукт больного воображения. Никакой пандемии в Артеме нет. Но это не повод, чтобы успокаиваться. Зима только началась. Вирусы все время мутируют и штаммы меняются. А это значит, что нам необходимо следить со собственным здоровьем. А особенно за здоровьем своих детей. Так что будьте внимательны и осторожны. Александр Натучев, Илья Тишкин, Светлана Нурик, Амир Зинатулин. Городские новости. Всемирный день телевидения отмечали 21 ноября. В Артеме вот уже 29 лет работает телеканал Артем ТВ. Он был первым на момент своего основания в 1990 году и остается единственным местным телевидением в Артеме сегодня. В эфире новости в студии Ирина Анциферова. Здравствуйте. Первое и уже единственное в городе Артемовское городское телевидение сегодня отмечает свой день рождения. Информировать, развлекая. Вот уже 28 лет наш канал работает для своего зрителя по этому принципу. Ежедневно на канале Артем ТВ внимание у многотысячной зрительской аудитории, документальные фильмы, увлекательные рубрики, авторские программы, важные события и комментарии в прямом эфире. Причем не только официальная информация, но и репортажи с мест событий. В Артеме начался муниципальный этап президентских школьных игр. За годы своей работы коллектив телекомпании снял тысячи репортажей, создал сотни проектов и фильмов. В эфире Артем ТВ дается слово всем. От простых жителей до публичных персон. А это фактически прямой диалог между народом и властью. Ежедневно выходящие в эфир городские новости соответствуют стандартам телевидения. Цифровой видеомонтаж и новейшие технологии вещания дают возможность транслировать качественную картинку и звук. Соглашения, подписанные сегодня, определенно принесут в дальнейшем хорошие плоды дружеского сотрудничества. Мы радуем зрителя трансляциями больших городских праздников – Дня Победы, Дня Города. Журналисты и операторы Артем ТВ работают под палящим солнцем и проливным дождем, преодолевают километры дорог, снимают в дурнопахнущих местах и экстремальных условиях. Мы встречаем тех, чья жизнь только начинается. Появление на свет ребенка – радостное событие в любое время года. Однако у этих малышей будут самые пышные декорации на каждый день рождения, ведь он у них совпадает с днем рождения города. Провожаем в последний путь. Знаменитости дают нам эксклюзивное интервью и автографы. Нам редко отказывают в комментариях, а это значит, нам доверяют. Часто мы становимся первыми очевидцами, разбираемся в запутанных ситуациях, помогаем людям в беде, стараемся прийти на помощь каждому и не ждем за это благодарности. И если вдруг какое-то событие из вашей жизни не оказалось под нашим прицелом, не огорчайтесь, все еще впереди. О наиболее значимых событиях жизни Артемовского городского округа мы сообщаем не только с экрана телевизора. Корреспонденты и редакторы постоянно работают и над обновлением ленты новостей на сайте Артем ТВ и социальных сетях. Впереди еще будут перемены, новые события и вопросы, волнующие каждого жителя округа и самих телевизионных работников, которые всегда готовы найти на них ответы. В последнее воскресенье ноября в России отметят День Матери. Невозможно поспорить с тем, что это один из трогательных и нежных праздников в нашем календаре. Мероприятие, посвященное этому дню, организовали в колледже сервиса и дизайна. В нем приняли участие мамы из общественной организации «Женщины города Артема». В знак любви и уважения к мамам студенты колледжа подарили им символические подарки, изготовленные своими руками. А также представили творческие номера. Каждый номер, исполненный в этот день, был пропитан любовью и благодарностью к самым прекрасным и родным людям. В учреждении в этот день торжественно открыли учебную мастерскую для будущих барменов и официантов, где они будут оттачивать технику приготовления различных коктейлей и кофе на профессиональном оборудовании. Уже стало доброй традицией, когда вы на этот замечательный день праздник, День Матери, собираетесь на территории Артемовского колледжа сервиса и дизайна. Что такое мама? Мама – это самое трепетное слово. Мама – это самый драгоценный, дорогой человек на планете. Именно мама безмерно прощает, верит в своего ребенка. Мама готова полететь к звездам. Мама готова сегодня опуститься в океанские глубины со своим ребенком. И поэтому сегодня ваш праздник. Поэтому сегодня вам самые теплые слова, вам самые радостные пожелания. Живите долго и счастливо, чтобы каждый день вас радовал, чтобы дом был полной чашей. И пусть ваши дети только вас радуют, а ни в коем случае не огорчают. На свете добрых слов немало, но всех добрее и важнее одно. Из бог слабов – простое слово «мама», и нету слов дороже, чем оно. В этом слове наше счастье, наша жизнь и красота. Мама – мамочка родная, вот что свято навсегда. Мама – мамочка родная, вот что свято навсегда. Конечно, для каждого мама – самый главный человек в жизни. Что артемовцы хотят пожелать своим мамам в этот прекрасный день? Это один из вопросов, с которым мы обратились к людям на улицах города. Смотрите наш опрос. В последнее ноябрьское воскресенье вся страна отмечает Международный день матери. В этом году он выпал на 24 ноября. Многие в праздничный день соберутся за семейным ужином и поздравят своих мам. А мы в преддверии праздника решили провести социальный опрос. Спросим у артемовцев, с чем у них ассоциируется слово «мама». Поехали! При слове «мама» ну какая любовь и теплота, конечно. Ну, не знаю даже. Я вообще не мама, я бабушка. Это любовь к детям. Родное что-то. Теплое что-то. Мама замечательная. Заботливая. Ну, как все мамы, наверное. Это что-то родное, но она мне дала жизнь. Но она всегда обо мне заботилась. Какое вот ваше любимое блюдо, которое готовила мама? Наверное, жареная картошка с какими-нибудь, знаете, такими сосисками. Жареной колбаской. И еще гарнир такой. Он красным получается. Вообще вкусно очень. Сырники. Вкусные. Как готовит мама, никто не умеет. Очень вкусно готовит. Подача у нее такая всегда красивая. Вы можете прямо сейчас позвонить маме и сказать, мама, я тебя люблю? Алло? Алло, мам, я тебя люблю. Что, зайчика моя? Ну, я люблю тебя. Я тебя люблю. Что делаешь? Я лежу, короче, смотрю в каталог. Он белый. Какие у вас остались воспоминания с детства, связанные с мамой? Теплые, дружеские отношения до сих пор с ней. Ну, как подружки можем пообщаться, посидеть. Мама все время, все время уделяла внимание мне, также брату, воспитанием. Я и до сих пор за это благодарен. Мама всегда, когда наступала зима, она меня заставляла надевать теплые штанишки, чтобы, ну, не простыть, чтобы, ну, как-то вот следила за моим здоровьем. Мы с мамой гуляли, хорошо проводили время, игрались, катались на санках, было все замечательно. Всегда чем-то занимались, гуляли, ходили на карусели, пекли вместе, читали, ну, много что. Я маму любила и люблю. Мама, конечно, это самый главный человек, дает то, что другой человек не заменит. И это любовь, безусловную любовь. Какая бы я ни была, что бы я ни натворила, я знала, что мама меня все-таки поймет, простит и будет любить. Всегда их жду и стараюсь помочь чем-то им. Такое трудное время. Люблю ее, конечно, и с праздником поздравлю. Всем мамам счастья, любви и чтобы дети ваши вас любили. Чтобы не кричала на меня, что еще, чтобы добрая всегда была, жила долго. Мама, ну вот я желаю тебе здоровья и чтобы ты всегда мною гордилась, чтобы грусти в твоем сердце никогда не было. Ну, здоровья и внимание от нас. Мама, поздравляю тебя с Днем матери. Здоровья, счастья, не болей и всего хорошего. И всем материам то же самое. Живите подольше. Поздравляю свою маму с праздником, желаю ей крепкого здоровья, счастья. Ну, и вот воспитывать правнука теперь. Хорошего настроения, любви своих детей, чтобы не забывали, любили, вспоминали чаще, приезжали почаще. Я маму всех поздравляю с праздником, желаю здоровья, благополучия, успехов в жизни. Ну, и любили, чтобы внуки радовали детей. Самого самого хорошего и счастья. Дорогие мамочки, я вас поздравляю и желаю, чтобы вас хватило на всех ваших деток, на всю вашу жизнь, чтобы вам хватило терпения, любви и желания дарить эту любовь. Мам, поздравляю тебя. Пусть мама услышит, пусть мама придет. Пусть мама меня непременно найдет, ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Первенство Приморского края по баскетболу среди детей до 13 лет определило новых лидеров. Ирина Анциферова продолжит тему. Первенство по баскетболу проходило в Артемовском Фоке. Четыре дня команды из разных городов края по круговой системе выбивали у соперника оранжевый мяч. Это первые официальные соревнования для мальчишек и девчонок 11-12 лет. По нормативам Минспорта, именно с этого возраста баскетболисты имеют право участвовать в официальных турнирах. Это их дебют, они переживают, переживаем мы, чтобы было все хорошо, чтобы им понравилось. И для того, чтобы они играли дальше баскетбол. Чтобы дети как можно больше поиграли за эти четыре дня, которые они находятся в Артеме. До этих соревнований некоторые команды уже попробовали свои силы в поединках с соперниками. Много тренировались, набирались опыта и на краевое первенство приехали с большими надеждами. Мы не боимся ничего, мы уверены в том, что мы выиграем всех. Мы будем играть с двумя командами, с двумя командами мы уже отыграли, завтра у нас будет игра с городом Артем. Главное не расстраиваться, если вы проиграли и идти дальше к своим целям, добиваться того, что вы хотите. И главное не бояться. Находка говорит, вас не боится. Ну, мы их тоже не боимся. Темп самая лучшая команда. Город Артем на этом первенстве представляла команда «Темп». Уже после первых двух игр с русичем и богатырем из Владивостока стало понятно, что артемовским баскетболистам, как мальчишкам, так и девчонкам, не хватает опыта для победы. Они проигрывали соперникам со значительным отрывом. Ну, наверное, то, что у нас не хватает мастерства и командового духа, как говорится, не хватает. Три игры, три победы. Осталось еще две игры у нас с Лесозаводском первой командой и с Темпом Артемовским. Какие у вас перспективы на ближайшие игры? Артем мы, скорее всего, выиграем 80%. С Лесозаводском будет уже посложнее. Абсолютно нужен опыт, нужна скорость. В баскетболе важен рост? Ну, не всегда. Не всегда. Имеет некоторое значение. Допустим, если ты 2 метра 50, то, конечно, он важен. А если ты метр 60, ну, и здесь свои плюсы есть. Ты можешь быть быстрым. В итоге среди девушек победила команда из находки. А у юношей чемпионом стал Лесозаводск-1, буквально вырвавший победу у Владивостокского Спартака Приморья. Как отмечают в баскетбольной федерации Приморского края, у Артема еще все впереди. У нас отличные отношения с федерацией Артема. Мы видим, что они хотят и желают развивать баскетбол. И как можно больше бы хотелось, чтобы появлялась секция и в школах, и там, где есть площадка баскетбола. Ирина Анциферова, Иван Петров, Светлана Нурик. Городские новости. Такими были новости сегодня. Я прощаюсь с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин